Внимание, внимание! Срочное сообщение! Если в течение этого видео у вас возникнут непонятные помехи на экране, это не проблема вашего компьютера, планшета или смартфона. Все загадочные и страшные видео, которые мы собрали сегодня, могут повлиять на вашу технику, а также по-настоящему испугать. Будьте осторожны и... Пшшшшшшшш... Когда во время трансляции телемагазина внезапно получаешь послание от инопланетян, от этого становится не по себе. Ну представьте, вы развалились в кресле, взяли любимые вкусняшки и залипаете в экран в ожидании любимого шоу, как вдруг... Вы не слушали. Вы пожалеете о своих ошибках. Мы уже здесь. И куча цифр, конечно. Вообще, пришельцы как-то очень любят вставлять в свои послания непонятные коды. Наверное, просто словарный запас кончается. 27 апреля 1986 года на канале HBO во время показа фильма «Агенты сокол и снеговик» трансляция внезапно прервалась текстовым сообщением от некоего капитана Полночь. Судя по тексту, он протестовал против стоимости телеканала, и его заявление, провисевшее в эфире 2,5 минуты, увидела вся восточная половина США. Несмотря на то, что вторжение в трансляцию не было особенно раздражительным, и никто из зрителей не возмущался, ФБР все равно начала расследование и вскоре обнаружила капитана Полночь. Им оказался электротехник Джон Р. МакДугл, которому пришлось заплатить штраф в размере 5000 долларов. Значительно дороже, чем подписка на HBO. Вообще не поняли, что это было? Не расстраивайтесь, вы не одиноки. Это странное видео было показано вечером 22 ноября 1987 года в Чикаго прямо посреди одной из серий «Доктора Кто». Неизвестный человек в маске Макса Хедрума около минуты нес на экране невнятный бред, хихикал, издавал странные звуки и... Затем трансляция сериала возобновилась. Эпизод получил национальный резонанс, освещался в газетах и теленовостях. Но, несмотря на это, выяснить, кто же был там под маской, до сих пор не удалось. К слову, инцидентов Макса Хедрума было аж два. За два часа до этого на другом телеканале новости спорта были прерваны тем же человеком на фоне того же листа металла. В том эпизоде он вообще ничего не говорил, а просто дергался в течение 20 секунд, после чего просто исчез. Очень, очень странно. Согласно легенде, во время одной из вечерних передач в штате Вайоминг, США неизвестный хакер перехватил телесигнал и вставил свое видео. В тот же вечер в местные больницы стали обращаться люди с жалобами на тошноту, головокружение, головную боль и беспричинный страх. Одни говорили, что всему виной был видеоряд, другие, что дело в звуке, который содержал слишком низкие частоты. И несмотря на то, что это было давным-давно, загадочное видео продолжает пугать людей. Очень, очень сильно пугать. Надеемся, что вы не смотрите его ночью. Правда, нам тут попалась информация, что этот черно-белый ролик всего лишь фейковый ремейк того парня в маске из предыдущего блока, и бояться на самом деле надо его. Оу, все забыли испугаться, да? В конце декабря 1989 года телевизионная станция в Лос-Анджелесе стала жертвой перехвата сигнала. Прямо во время передачи с участием Рейгана и Буша-старшего на экране неожиданно появился неизвестный парень в шлеме из фольги. О да, вот они, современные рыцари, которых мы заслуживаем. Где его механический конь от Boston Dynamics? Вообще-то рыцарь собирался открыть зрителям глаза, наверное, на рептилоидов, которые вокруг нас и вот-вот поработят планету. Но как-то слишком сильно нервничал, постоянно сбивался и в итоге вообще что-то уронил. Но представьте, если бы вы вдруг увидели его посреди вашей любимой передачи. А еще этот голос. Пугает, правда? Наверное, ничто так сильно не греет анонима, как вмешательство в вещание крупных каналов. Ладно-ладно, довольно сложно определить, доволен он или нет, пока на нем маска, а голос пропущен через специальную программу. Но больше всего нам нравится удивленное лицо пожилого собеседника ведущего. Внучок, ты что, опять перехватываешь сигнал, когда я общаюсь с телевидением? Если предыдущие видео показались вам недостаточно жуткими, то вот кое-что более реалистичное и оттого более пугающее. Никаких масок или шлемов из фольги. Только стихия. Только хардкор. Во время прямого эфира одного мексиканского канала произошло землетрясение магнитудой 7,1 балла. Несмотря на то, что это был кошмарный природный катаклизм, в результате которого пострадало множество людей, ведущий в кадре выглядит удивительно спокойным. Если прислушаться, то можно различить звуки сирен где-то на заднем плане. И только когда студия начала буквально трястись, вещание, наконец, прервалось. Жутко. Знаете, что на самом деле пугает? Сирена воздушной тревоги, которая внезапно звучит во время эфира. Пожалуй, мы бы отнесли ее туда, к землетрясению. Никакой мрачной жути. Только реальность. И это реальность куда круче всяких анонимусов и плясок в маске. Даже круче той неведомой черно-белой страшилки из Вайоминга. Круче Чака Норриса. Хотя, ладно, здесь мы переборщили. Тише, тише, Чак. Фу. Первый канал российского телевидения, как и многие другие, иногда делает перерывы в вещании на так называемую профилактику. Обычно это происходит глубокой ночью, когда все зрители уже спят. А потому не будут возмущаться, что в их досуг вмешается статичный разноцветный экран или просто бесконечный пшшш. Но однажды во время такого перерыва в эфире появилось очень странное видео с огромным количеством скрытых посланий и так называемым «двадцать пятым кадром». Они не получили вашего писателя. Послания оказались настолько скрытыми, что их так и не смогли расшифровать. Добавьте сюда съемки в каком-то подвале и музыку, воспроизведенную в обратную сторону, которая только добавила жути. Говорят, никто из руководства канала так и не дал комментарий по поводу этого ролика. И по легенде, его до сих пор можно увидеть поздней ночью после основного эфира. Кто наизусть помнит числа из сериала «Лост»? 4, 8, 15, 16, 23, 42. Забудьте! Мы нашли числа покруче, которые прервали эфир одного из американских каналов. Один, пять, три, восемь, пять, семь, три, шесть, восемь, четыре, два, семь, девять. Медведь! Где-то тут самое время пошутить про атаку русских хакеров. Ну, кто вообще может понять, что это за странный набор чисел? И даже ссылка на какую-то страницу какой-то книги не особенно помогает. Впрочем, если среди наших зрителей есть свои Роберты Лангдены и прочие специалисты по шифровкам, напишите свои варианты в комментариях. Обещаем, ни слова ЦРУ. Наши любимые видео — это те, которые сняты на телефон с плохой камерой. А еще лучше, если при этом снимают экран. Но не будем придираться. Ведь когда фиксируешь какую-нибудь неведомую паранормальную ерунду, не до поиска хорошей камеры. И как удачно, что автор видео решил поснимать экран телевизора именно в тот момент, когда там шел какой-то фильм. Правда, нам так и не удалось понять, что за парень в маске чумного доктора перебил сигнал вещания и что он хотел этим сказать. Предупредить о чем-то? Тогда ему следовало выбрать маску с прорезями до рта. Нет, ну серьезно, ничего же не слышно. Правда, если прислушаться, все-таки можно различить какие-то звуки. Но в целом они звучат как бу-бу-бу. Так что бу-бу-бу, друзья, бу-бу-бу, бу-бу-бу-бу, бу. И напоследок немного искусства. То, что вы сейчас видите на экране, кадры из немого фильма по мотивам призрака оперы сняты в аж в 1925 году. Да, не волнуйтесь, ужасно петь здесь никто не будет. Хватает и грима. Вон, смотрите, какой красавчик. Подвинься, Батлер, это спар... В смысле, опера. Но самое страшное здесь вовсе не грим и не актерская игра, которая сегодня смотрится слегка безумно. Во время трансляции фильма по телевидению, а происходило это в конце 60-х, на самом интересном месте видео оборвалось для экстренного сообщения. Но вместо него на экране появились виды природы и городов под звуки гимна Канады. А еще странные надписи внизу экрана. Я человек. Я застрял между двумя мирами. Вы спасете меня. Не бойтесь, ибо я человек. Не бойтесь. Ну, что тут можно сказать? Похоже, у кого-то возникли проблемы с переходом Американо-канадской границы. Ну, и хотим напомнить, перехват того сигнала — это преступление, поэтому делать так ни в коем случае нельзя. Если бы не рептилоид, с планеты не беру, конечно. Друзья, пора заряжать свои мозги на полную. Заходите на канал BrainTime. Там вы найдете кучу интересных и полезных фактов, а также море позитива и тонны полезной информации. Подписывайтесь, и мы обещаем, будет очень интересно. А на этом сегодня все. Моя мастерская — твое настроение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова